Вы смотрите интервью для портала Столица. Меня зовут Ольга Петрова. И сегодня о том, что читают таллинцы, мы поговорим с библиотекарем Марины Богданов. Марина, здравствуйте. Добрый день. Марина, какого плана литература пользовалась спросом в 2023 году у жителей Таллина? Ну, в наше время люди, особенно в последние годы, люди все чаще вспоминают о таком правиле, которым нам часто рассказывают на борту самолета, когда говорят о критической ситуации, что сначала наденьте маску на себя, а потом уже на ребенка. И люди в последнее время испытывают, возможно, много больше стресса, но они понимают, что хотят позаботиться о себе, чтобы иметь возможность позаботиться о других. Поэтому особым спросом пользовалась литература психологического направления. Например, такие книги, как «К себе нежно», которая учит заботиться, беречь себя. Или там «12 правил жизни» о том, как справиться с хаосом в своей жизни. Книги о выгорании на работе, о том, как бороться со стрессом. Но и также книги плана «Помоги себе сам» в самых разных областях. Например, люди очень интересуются инвестициями в наше непростое время. Или также вопросами здоровья. Очень большим спросом пользуются учебники иностранных языков, самых различных. Мы говорим не только о нашем государственном эстонском языке или английском, который все привыкли учить, но, например, очень большой интерес к испанскому языку. Ну и, конечно же, даже в выборе литературы, художественной литературы, все чаще чувствуется какая-то рефлексия, саморефлексия. Все чаще люди приходят не с вопросом «А что все читают?» «Дайте мне то, что все читают», а как раз с тем «Ой, а я давно хотела или хотела почитать». И спрашивают, возможно, или классику, или даже свежие книги, но иногда неожиданные. Вот, наверное, читательница пришла однажды и говорит «А дайте мне что-нибудь на выходные, вот такое легкое, приятное». И ты готовишься к какой-нибудь детективчику с любовной историей человеку предложить. А он говорит «Ну, например, Достоевского идиота». То есть у нас у всех представления о том, что нам помогает и что нас расслабляет и позволяет приятно провести время, совершенно разные. Люди читают книги бумажные или многие перешли на электронные? Мы не можем говорить, что многие перешли на электронные. Мы скажем так, люди пользуются как обычной библиотекой, так и электронной. Исключительно потому, что мы не можем пока сопоставлять бумажное собрание, то, что мы имеем физическое собрание и электронное. Все-таки сотни тысяч книг и тысячи книг, которые мы сейчас имеем в электронном виде, сложно сравнивать. Люди выбирают то, что им удобнее. А мы понимаем, что очень приятно посидеть с бумажной книжкой на диване, но если, например, вы едете в командировку, или я, например, как мама, меня в больнице, или в длинной поездке в машине просто спасает электронная библиотека, когда можно дать ребенку наушники, и полтора часа он совершенно счастливый, слушает книжку, не кричит «мама, мне скучно» или что-то подобное. Как читать электронную книгу в Таллинской библиотеке? Что для этого нужно сделать? Прежде всего, нужно стать читателем Таллинской библиотеки, и нужно иметь регистрацию в городе Таллине. То есть электронная библиотека, она предназначена для жителей города Таллин. Дальше все очень просто. Вы заходите на нашу страничку, домашнюю страничку библиотеки, keskramatokogu.ee, и прямо в главном меню вы находите две опции. Есть библиотека ELU, где хранятся книги на эстонском языке, и есть библиотека Overdrive, где находятся аудиокниги на разных языках и электронные книги на всех языках, кроме эстонского. Кто посещает Таллинскую библиотеку? Мы говорим про студентов, про молодежь, про школьников, или это люди постарше? Есть ли какая-то статистика? Мы говорим обо всех возрастах. Если прям нужны цифры, то по итогам последнего года 26% читателей младше 18 лет, то есть каждый четвертый условный ребенок, читателей старше 60, порядка 16%. Все остальные находятся между ними. Если вы заходили в библиотеку, и вам показалось, что в нее ходят только пожилые люди или только дети, спросите себя, в какое время вы в нее зашли. Если вы зашли в будний день днем, скорее всего, вы встретите либо пенсионеров, либо школьную экскурсию. Если вы зайдете вечером, у нас очень много людей, которые пришли после работы, или старшеклассники, которых закончились уже занятия. Если вы придете в субботу, у нас приходят целые семьи, папы, мамы с детьми и бабушками. Марина, расскажите про языковые кафе. Языковые кафе – это прекрасная возможность попрактиковать язык, который вы изучаете. Языковые кафе чаще всего ведут носители данного языка. Это, хочу подчеркнуть, это не обучение, не курс. То есть для участия в языковых кафе ожидаются люди, которые уже в некоторой степени условный уровень B1 владеют иностранным языком. То есть они способны в некоторой степени излагать свои мысли, описывать некие предметы и, главное, поддерживать беседу на какую-то тему. Далее у каждого языкового кафе есть ведущий, как я говорила, носитель языка, который предлагает или темы, или задания, или что-то для общения, обсуждения и времяпрепровождения с использованием того языка, который вы изучаете. Так что это прекрасная возможность пообщаться, встретить новых друзей и попрактиковать язык. А какие мероприятия проводятся для пожилых посетителей итальянской библиотеки? Прям специально для пожилых людей. Например, в нашем отделе литературы на иностранных языках каждый месяц действует клуб тренировки памяти, где наши библиотекари предлагают различные задания или информации, которые заставляют наш мозг работать, и мозг пожилых людей, что очень полезно в качестве профилактики разных заболеваний. И также каждый месяц они проводят экскурсии. Экскурсии бывают как городские, также они бывают на какие-то интересные объекты. Например, в последний раз они посетили, например, школу Густава Адольфа, которая имеет очень интересную историю. И совершенно разные. Это проходит каждый месяц, раз в месяц есть тренировка памяти, раз в месяц экскурсия. Но также у нас есть мероприятия, которые не подлежат возрастному цензу, то есть те же самые люди в возрасте могут участвовать. У нас есть, встречается клуб коллекционеров. Если вы что-то собираете, приходите. У нас есть книжный клуб, который ведет Марина Пугачева, которая является андрагогом и специалистом по литературе, то есть которая умеет профессионально работать, в том числе с людьми пожилого возраста. Эти люди выбирают произведения литературные, и потом читают и вместе обсуждают, и таким образом проводят время, знакомясь с литературой. Книжный клуб. Ежегодно выпускается книга к первому сентября. Книга для первоклассников. Как ее получить? Чтобы получить книгу для первоклассника, нужно поступить в этом году в первый класс сталинской школы. На самом деле, это прекрасная традиция. Она действует уже несколько лет. Каждый год. Это уникальная книга, сделанная специально для первоклассников этого года. Ее получают первоклассники, приходя к нам в библиотеку, на экскурсию, знакомясь с тем, как обращаться с книгами, как их можно брать домой, какие у нас есть самые интересные. И в том числе они получают в подарок эту книгу. Обращая внимание, что ее нельзя купить. Ее можно действительно либо получить в подарок, как первоклассник, либо потом найти в нашей библиотеке. И это очень здорово, когда, например, у целого класса есть одна и та же книга, и они могут целым классом вместе читать и знакомиться с литературой. Марина, книги на каком языке пользуются популярностью в Таллинской библиотеке? Если мы будем говорить о Таллинской центральной библиотеке в целом, то, конечно же, на эстонском. Он будет превалировать. Если мы будем говорить о нашем отделе литературы на иностранных языках, тут, безусловно, лидер русский язык, за ним уже пойдет английский, испанский, украинский и поубывающий финский, немецкий, французский и так далее. Можно ли в Таллинскую библиотеку приносить свои книги? Если люди делают дома ремонт и понимают, что они читают электронные книги, что они не хотят иметь большую библиотеку дома, но при этом книги же не выбрасывают, можно ли их приносить в библиотеку? Книги приносить в библиотеку можно, но, пожалуйста, перед тем, как их нести, положите руку на сердце и скажите, что вот эту книгу я с удовольствием, например, отдал бы своему другу или кому-то. То есть, если книга в состоянии макулатуры, не надо на нее смотреть так, ну, нет обложки, содержание-то внутри понятное, пожалуйста, нет. Но если у вас книги в хорошем состоянии, приносите. Если, например, или сейчас даже вот вы купили, прочитали новую книгу, мы будем очень признательны, если вы принесете ее, мы сможем предложить ее другим читателям. То есть, приносите книги в хорошем состоянии, а дальше мы их будем сортировать, либо брать на учет в библиотеку, либо предлагать бесплатно другим посетителям нашей библиотеки. Таллинцы возвращают книги в срок? Сознательные таллинцы, безусловно. Их большинство. Спасибо им за это большое. Конечно, да. Мы всегда ждем книги домой, чтобы предложить их кому-то еще. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Вы смотрели интервью для портала «Столица». Меня зовут Ольга Петрова. И у нас в гостях была библиотекарь Марина Богданов. Марина, соблюдают ли люди тишину в библиотеке? Зависит от того, зачем они в нее пришли. Нет. Сейчас нет такого строгого правила, что строгое правило не шуметь в библиотеке есть только в читальном зале, где не рекомендуется пользоваться мобильными телефонами, чтобы не мешать другим работающим людьми. В любой другой зоне библиотеки вы можете услышать разговор, детский смех, игры и прочие звуки жизни. Можно ли есть и пить в библиотеке? В нашей Таллинской Центральной Библиотеке пока нет такой зоны отдельно выделенной. То есть среди книжных полок мы точно не разрешаем этого делать. А в читальном зале с чашкой кофе? Пока нет. Марина, целующиеся парочки вам встречались среди книжных полок? Нет. Мне нет. Но попробую провести соцопрос среди коллег. Возможно, кто-то и сталкивался. Марина, как вы запоминаете, какая книжка на какой полке? Для этого, слава богу, давно придуманы книжные каталоги. А если кто-то поставил не туда? Ну, тогда мы это обнаружим рано или поздно. Ну, мы действительно владеем каталожной системой. Мы знаем, где книга должна быть. Но на самом деле в библиотеке, так же, как в обычном, например, супермаркете, у нас иногда случается такой мерчендайзинг. Например, книги нужно просто передвинуть. И очень часто память тела, то есть такая, ты подходишь, не глядя, берешь книжку, такой, а должна быть другая. Ставим на место. То есть, например, ты хочешь посоветовать человеку. И я помню, я не помню, кто автор, я помню, что на третьей полке стоял очень хороший роман. Сейчас я за ним пойду, а он там переехал на пару полок. Поэтому приходится пойти освежить в памяти, кто же был автор этого прекрасного романа. Читайте книги. КОНЕЦ